Уваженный Феофилак Болгарский в одном из своих произведений спрашивает «Почему современный мир так ненавидит христианство?» И сам же отвечает за христианские добродетели и особенно за христианскую любовь. Всякий раз, когда мы празднуем память того или иного святого мученика, Святая Церковь нам предлагает иванское повествование, в котором мы встречаемся с кардинально противоположными вещами. С одной стороны, Господь говорит о том, что Бог любит, безмерно любит этот мир и человека. И одновременно здесь сказано о совершенной ненависти мира ко Христу и Его последователях. Божественное Откровение говорит нам о том, что есть только одна причина, по которой Бог творит этот мир. Это любовь. Его безмерная и бесконечная любовь. И Он желает, чтобы и человек наслаждался этой Его Божественной Любовью. Святитель Иоанн Златоуст говорит нам о том, что Божественная Любовь и Богость открываются нам в двух вещах. Во-первых, Божественная Любовь открывается в том, что Бог творит этот мир, и венец Его творения – это человек. И во-вторых, Божественная Благость и Любовь открываются в том, что Бог спасает этот мир, и для того, чтобы его спасти, Он Сам становится человеком. Бог – это воплощенная любовь. И поэтому для каждого человека, который хочет иметь участь в Боге, он должен воспитать в себе именно это качество. Именно поэтому сегодня Господь нам говорит, вот заповедую вам, да любите друг друга. Любовь – это сердцевина человеческих взаимоотношений между собой и с Богом. Преподобный Симеон Новый Богослов даже пишет о том, что всякая добродетель без любви – это пустая трата времени. Но почему же тогда мир так ненавидит Христа, который проповедует о любви? И что это за мир, который позволяет себе восстать против своего Творца? Мир, о котором мы сегодня слышим, это именно тот мир, о котором Святой Иоанн Богослов прямо говорит. Все, что в этом мире – это похоть плоти, похоть очей и горлость житейская. То есть это те качества, которые берут начало не в Боге, а берут в свое начало завистники, дьявол, который и восстал еще на заре творения этого материального мира и который пытается, к сожалению, бороться с Богом и сейчас. И пытается найти своих адептов в венцетворениях, в человеке. Поэтому все те ценности, о которых мы так часто слышим, с телеэкранов, интернет-изданий, все эти ценности, если они без Бога, они против человека. Но почему действительно мир так озлобился против Бога и против христиан? Да потому что христианство – это суд над этим миром, который лежит возле. Хочет человек этого или не хочет, но если он является последователем Христа, он должен в себе воспитывать все те качества, о которых говорится в Святой Евангелии. Это означает, что мы должны быть свидетелями божественного присутствия здесь на земле. И когда это свидетельство является этому миру, мир не может быть спокойным. Потому что современный мир о чем проповедует? Он проповедует о том, что нет никаких границ. Ты человек абсолютно свободен. И этим самым вводит человека в заблуждение, потому что абсолютной свободы не существует. Есть только одна свобода – свобода жить без греха. Когда человек не совершает греха не потому, что он боится Бога или кого-то еще, а он не совершает грех, потому что не может совершать грех. Его сердце чистое от греха. И таким образом мы приходим к основному, почему существует это водоразделение между христианством и этим миром. Это понимание греха. Мир говорит, что греха не существует. Человек не боится того, что Библия говорит, что это является грехом. Греха не существует. Живи так, как хочется. Потому что живешь один раз на этой земле, и поэтому используешь все максимально. Не понимая, что жить во грехе невозможно. Заповеди Божьи, которые осуждают грех, это те правила, которые пытаются оградить человека и дать ему счастье. Даже здесь на земле. Не говоря уже о том, что, исполняя заповеди Божьи, мы надеемся и веруем, что у нас следуем жизнь вечную. И тем не менее, мир говорит, нет, греха не существует. Живи счастье во здесь на земле. Но наш опыт, маленький опыт человеческий, говорит нам о том, кто из нас видел счастливого убийцу, кто из нас видел счастливого блудника и непреклодея, кто из нас видел счастливого вора. Да, конечно же, никто. Да, грех, как яд, как наркотик, имеет свойство давать малую сладость какого-то явления в этом мире. Но в конце концов, как наркотик, он разрушает самого человека. И поэтому, чем чаще человек употребляет наркотик, тем сложнее его вывести из этого наркотического состояния. И вот так же и самый грех. Если человек привыкает к греху, его очень тяжело вывести из этого греховного состояния. И тем не менее, человек призван к совершенно другому. И именно поэтому, зная о том, что христианин будет стремиться выйти за преграду, за ограничение, созданного этим грехом, в мире будет ненавидеть христианство. И самое главное, ведь мир борется за некие абстрактные идеи, уничтожая самого человека. Он расчеловечивает человека. Мир этот современный пытается сделать нас просто толпой, который очень легко манипулировать. А христианство говорит, нет, человек, ты создан для вечности, и твой идеал — это богоподобие, это та личность, которая может жить в вечности. Но именно этой личности свободной мыслить, давать оценку происходящему и боится этот мир. Мир хочет сделать нас просто идущих по течению, чтобы мы не имели даже возможности остановиться и по размыслию, а что же происходит, а не то, что дать оценку правильную. Нам очень часто кажется, что мы способны дать оценку тому, что сейчас происходит. А на самом-то деле насмотримся телевидение, насмотримся разных телеграм-каналов, и хочем мы или не хочем, мы уже оценим это не так, как мы, как христиане, а не через призму Евангелия, оцениваем происходящее так, как нас уже поспузно, подсознательно научают, и мы уже оказываемся неспособны увидеть реальность этой жизни. И, наверное, исполняются те слова, которые были сказаны еще в IV веке преподобным Антонием Великим. Наступят времена, когда настоящему христианину скажут «Ты безумствуешь, ты сошел с ума, потому что не участвуешь в нашем безумии. Мы тебя заставим жить и думать, как мы. Если нет, мы тебя сотрем с лица земли». Вот преподобный Антоний это сказал в IV веке. Когда не было вот этой паутины всемирной, интернет, телевидение, на самом-то деле это уже происходит. христианство и просто здравый смысл называют безумием. Где услышишь опять же в современной цивилизации популяризацию целомудрия, семейных ценностей. Наоборот, все говорится о том, что не существует брака, того брака, о котором сказано в Библии, как союз мужчины и женщины на основании любви. Есть только партнерство. Вот о чем сейчас говорят и пытаются внедрить наше законодательство. И не просто даже партнерство, мужчины и женщины идут уже дальше. Но именно это и является безумием, уничтожением человека и человечества. И когда христианин не принимает это, он, конечно, противопоставляет себе этому миру. И мир не может это терпеть. Мир будет гнать христиан, потому что сам Господь сказал, как меня гнали, так будут гнать и вас. Но в таком состоянии нет причины для христианина печали и отчаяния. Конечно же, нет. Потому что в страданиях или кому посчастливить, даже в мученических страданиях проявляется бездонная любовь и милость Божия, его всесилие и его благодатная любовь, когда человек уже не своими силами противостоит, а уже Бог действует через этого человека. Не зря ведь святые отцы говорят, что святой человек это тот человек, через которого Бог проявляется в этом мире. Вот как нужно жить, чтобы дать возможность проявиться Богу в этом мире. Сегодня мы празднуем память святого великого мученика и целителя Пантелеймона, этого удивительного святого, который не пожалел своей молодости, своей знатности, своего авторитета, а сказал просто мучитель, что я христианин, я верую в трипостасного Бога, и мне уже не важны все эти посулы современного мира, должности, знатности, слава, мне это не нужно, потому что я надеюсь на славу бесконечной вечности и жизни во Христе. Конечно, когда мы читаем жития святых и особенно мучеников, когда читаем, что вот такие молодые ребята, способные, удачливые, как сейчас можно бы сказать, потому что действительно он имел хороших родителей, дали ему и образование хорошее, и он был, скажем, можно даже сказать сейчас, как бы, золотая молодежь, то есть он имел все в этой жизни, имел талант врачевать, но все это он вменил в ничто перед верой в Бога. И вот когда мы читаем об этом, нам кажется, что это нечто легендарное, такое, что, наверное, не может быть, и, по крайней мере, мы не сможем себя сравнить с его жизнью, и в этом обман, потому что Катя, святой человек, это реальный человек со своим характером, своими особенностями, даже своими недостатками человеческими. Но это, оказывается, не препятствует для святости. Если все это, даже недостатки, мы понимаем и пытаемся их оградить, ограничить ради Бога и ради спасения своей души, все это, оказывается, объединяется в праведность и святость. Все это не препятствует для того, чтобы человек был сиянием Божиим на этой земле. И это еще раз нам говорит о том, что для христианина очень важно всегда трудиться над собой, но всегда помнить одно. Бог проявляется только тогда, когда мы осознаем, что без Бога мы ничего не можем сделать. И ни один мученик без благодати Божией не мог бы вытерпеть тех мучений, которые он испытывал. Только сила Божия, когда она посещает человека, покрывает, мы даже знаем, что в житях святых говорится, что мученики иногда даже не чувствовали мучения. То есть по-человечески это невозможно. Если тебя рвут на части, срывают кожу, там колесуют, нельзя не чувствовать боли. Но вот когда же благодать Божию может так покрывать человека, что человек может даже изъят быть от этой природной слабости, вот нервные окончания не дают чувствовать человеку этих страданий, этих мучений. Это только потому, что благодать Божия покрывает. Благодать Божия в немощи совершается. Вот эти удивительные слова Божественного откровения, слова, которые сказаны Господом апостолу Павлу, они реальны в жизни каждого человека, в великих делах, в страданиях, или в наших маленьких, недостойных. Только открыть свое сердце, только понять, что трудясь, нет, не просто ждать, мечтательно, что Бог все спасет. Нет, конечно же, трудиться в поте лица, но понимать, что своими силами ты этого не достигнешь. Но просить у Бога этой великой милости, этой благодати, этой силы, которая уничтожает целый этого мира. И вот в этой немощи человеческой сила христианства. Ведь христиане не обладают ничем вооруженными силами или какими-то физическими возможностями такими чрезмерными. Нет. Мир побежден простыми рыбаками, не философами, не мудрецами, не риттерами, простыми, не учеными, безграмотными людьми. Почему? Потому что Бог творит свою историю через тех, кто осознает свою немощь. И вот мы с вами, дорогие братья и сестры, в очень таком сложном времени очень сложном времени, которое дается даже не каждому поколению прожить. Но нам, христианам, православным, надо быть достойными этого времени и не роптать. Потому что через страдания, через немощь, посещающую нас, Господь действует. Преполомный Ефрем Сирин так и пишет. Если ты чувствуешь стеснение, страдание, болезнь, знай, что перед тобой открываются двери рая. Вот это не есть стимул, перед которым не устоит никакая сила этого мира. Только нужно жить каждый день. Не просто абстрактно думать, не просто прочитать, не просто прийти один раз в рам, в неделю, и на этом все заканчивается в нашей христианской жизни. Христианская жизнь это постоянная борьба, по крайней мере постоянное внимание на тем, чем я думаю, о чем я думаю, чем живу, чтобы не завидовать, не оскорбить, чтобы не честнавиться, не быть гордливым. Вот когда эти чувства замечаются, не находите себе объяснения, что кто-то виноват. мы сами виноваты. И чем быстрее мы прекратим эти мысли, и не дай Бог, они еще дойдут до нашего сердца, когда уже справиться невозможно, вот тогда же тупи, когда очень тяжело и больно вырывать это все своего человеческого естества. Поэтому христианская жизнь это постоянная борьба, внутренняя борьба, внимание к себе, чтобы не зародилось там что-то недоброе, что противоречит евангельской правде и евангельскому закону, и не воспитывать свою эгоистическую правду, а быть способным прислушаться к другим и не осудить, даже если человек поступит неправильно, а простить и помолиться о нем, чтобы Господь своими судьбами как-то изменил его поведение. Нам кажется, что мир станет лучше, когда мы изменим свое близкого брата, зятя, дочь, невесту. Да нет, этого не произойдет. Мир может измениться, и ситуация в семье, в обществе может измениться только тогда, когда мы способны внутренне самостоятельно изменяться, давать себе оценку правильную, не дьявольскую, а правильную, через Евангелие. вот тогда и для нас и будет открываться дверь рая. Потому что даже те скорби, которые мы переносим, мы их воспримем как достойные, потому что Господь, видимо, больше не может чем-то спасти нас только такими ситуациями. Потому что Бог любит каждого человека. и сколько бы нас ни было в этом мире, миллионы, миллиарды, жизнь каждого человека проходит через Бога. Он знает каждого из нас от начала до конца и заботится о том, чтобы мы, не дай Бог, не остались в реховных своих чаяниях, а обязательно варясь с ним унаследовали царство вечности, царство трепостасного Бога, которому никогда не будет конца по веку. Аминь. Спасибо.